Зимой строить дома нельзя, тем более заливать фундаменты. Когда температура падает ниже дуля, нужно сразу бросать строительство, замораживать, уезжать в теплые страны и строить там. Так действуют все каменщики. Итак, господа, мы сегодня будем разбирать мифы о зимнем строительстве. Сейчас на улице температура минус 6, меня зовут, как всегда, Максим. Итак, наливайте щеку, вам сегодня все расскажу о зимнем строительстве. Итак, погнали. Смотрите, за моей спиной идет строительство дома. Сегодня восьмой рабочий день, дом из облицовочного кирпича с запутовкой внутренних стен аэробел. Видите, температура минус 6, ребята кладут под пруток. Качество кладки я вам потом покажу. Некоторые каменщики считают, что зимой расшивается гораздо лучше, потому что шов быстро хватается. Смотрите, что нужно учесть при зимнем строительстве. Так, стоп, сначала начнем, кто строит зимой. Это первый главный момент. Смотрите, зимой строят люди, которые знают об этом правду. Зимой строят люди, которые спешат. И зимой строят люди, которые спешат жить и не хотят откладывать свою жизнь на поддом, руководствуясь чисто погодой. Потому что сейчас уже 21 век, прогресс не стоит на месте, и новые технологии позволяют строить вам в любое время года, ну, до 10 включительно, масса антифризовых добавок и других приспособлений, которые не позволят развалиться в вашей кладке. Итак, ребят, разберем кладочку. Смотрите, вот за моей спиной вырос немножко домик. Срок, по-моему, это седьмой рабочий день. Температура средняя. Минус 6 ночью опускается до там 8 градусов. Ветер еще добавляет. Ну, когда полдень, то температура падает почти до нуля. Смотрите, сейчас есть масса противоморозных добавок. Как вы видите, дом из облицовочной кирпича. Все швы расшиты очень аккуратно. Я вам потом подойду, покажу конкретно, что там все. Смотрите, греется песочек, греется вода, стоят бревна, все это подогревается. Сейчас есть масса антифризовых добавок, которые не позволяют раствору моментально схватываться. Ну, отсрачивают этот срок. Тем более, раствор у нас идет горячий, видите, пар идет. Он сразу высыхает, расшивать его стало даже лучше. Еще вы должны учесть такой момент. Мы добавляем еще на вымерзание 50%. Если раньше на вот такую ванночку сыпали один мешок марки 500 цемента, то сейчас добавляется полтора мешка плюс еще антифриз. Горячий песок все подается. Человек, делающий расшивку швов, должен сразу это делать. Ну, не как днем там, например, вы сделали кладку, положили там 150 кирпичей, а потом шьете. Швы схватываются быстро, поэтому желательно проложили. Два ряда сразу расшили, ну, в течение 20 минут, чтобы не застаивалось. Смотрите, у нас внутренние стены, блоки Аэробиел, я вам подробнее покажу. Кладка ведется на зимнем шве, поэтому зимний клей рассчитан вообще до минус 15. Поэтому, в принципе, там даже не требуется подогревать песок и все такое, потому что клей мы привозим уже готовый. А теперь проедемся по деталям. Смотрите, как обещал. Вот наши бревна дубовые. Ребята их колят и подогревают. Я думаю, машина 5000, повторюсь, хватит на весь дом. Смотрите, качество кладки. Сейчас ближе подъедет. Останавливаюсь, посмотрю, покажу внимательно. Смотрите, качество кладки от летнего не отличается практически ничем. Все зависит от мастерства бригад. Вот сейчас поставлю паузу. Смотрите, запятые, дырки от гвоздей, какие-то чекушки. Это все недопустимо. Запомните, недопустимо. Кладки, если вам кладут чекушки, у вас остаются дырки от гвоздей, расширка делает вот так, еще что-то. Ну, вы, значит, связались с такими людьми, которые тренируются на вашем доме, работают 4 месяца в году, остальное время занимаясь разведением домашних животных или таксуя. Поэтому будьте аккуратнее с выбором бригад. Смотрите, многим каменщикам зимой даже нравится. Потому что прихватывается кладка гораздо быстрее и получается ровнее. Отсутствует, не нужно затирать вот эти части. Смотрите, еще удорожание бывает зимой. Сейчас поставлю на паузу. Смотрите, вот когда идет светлый кирпич, солома или слоновая кость, есть такой момент. Когда идет снег, часто, погода лучше для кладки, но часто заморкают рукавицы. И приходится менять несколько раз в день рукавицы. Поэтому это дополнительный такой расход. Ну, так же, как обогрев, антифриз. Я понимаю, что это стоит денег, но это не громадный денег. Поэтому, если у вас деньги есть, не откладывайте жизнь на потом. Живите сейчас. Понимаете, строится дома за 9 месяцев, или за 7 месяцев, или за 2 года. Ну, это разные вещи. Ну, люди понимают, о чем я говорю. Особенно уже когда им не 20 лет. Понимаете, да? А так вот, выбирайте тщательную бригаду, и кладка профессионалов в летнее или в зимнее время ничем абсолютно не отличается. Ни по качеству, ни по расшивке, ни по чем. Вы никогда не узнаете, в какое время года строили важно. Итак, ребята, теперь перейдем к зимней заливке фундаментов. Смотрите, что я вам сейчас расскажу. Для некоторых людей зимняя заливка фундаментов, это вообще единственный шанс. Я сейчас объясняю, почему подробно. Некоторые люди, которые проспали, там, или опоздали, что-то там не были в отъезде, были в отпуске, решили сделать, например, свой фундамент в октябре. Там затянули что-то, там, у них не получалось, получалось, они затянули это еще раз, и потом пошли дожди. Осень, это вам не лето, и грунт не промерзает. Это же, если к вашему участку есть проезд, там, асфальт, щебень, все это лайк. Но по участку КАМАЗ весом 40 тонн, груженный, не сможет проехать. Ну, не всегда получается применить бетононасос. Это, опять же, хорошее удорожание. Он стоит, там, от 35 тысяч, просто за выезд, плюс еще за работу смены. И еще можно подать, там, с лентой, но не всегда. Некоторые люди ставят от красной линии, уже до красной линии, там, идет 10 метров. И они еще отодвигают на 10 метров, 20 метров. Обычный бетононасос 14 метров стекает. Поэтому подача, приемка бетона в такое время, когда расквашен грунт, является невозможной. Поэтому люди переносят на первые заморозки. Ну, вот когда ночью минус 3, минус 5, днем плюс 3, плюс 5, отличная погода для приемки бетона и для заливки фундамента зимой. Я сейчас расскажу про зимний фундамент. Как, например, делаем мы. Бывает, что уже, ну, например, стоит мороз, среднесуточная температура, там, минус 2 градуса, там, например. Мы снимаем верхний слой, размечаем, копаем под трактор. Никогда я не видел, чтобы грунт промерзал больше, чем наш тык. Это вообще, когда уже февраль, ну, понимаете, да, как бы. Если снег, вообще, грунт сильно не замерзает. Поэтому копается легко, все нормально. Единственные есть моменты для заливки фундамента. Смотрите, какие следующие моменты. Нужно обязательно применять заводской бетон, я подчеркну, не менее 200 марта. Желательно, ну, нежелательно, а обязательным является применение противопорозных добавок. Еще существует миф, что бетон, он схватится, замерзнет. Смотрите, вот как, вот течет бетон. Бетон, это не вода, это не борщ, это с камнями. Понимаете, бетон, это смесь, похожая на сметану. Вот, посмотрите, это, типа, такая сметана. Вы как видите, вода в баке, вот, КамАЗ приезжает с сухой смесью. Смесь разбавляется уже на объекте, чтобы не было, ну, вымерзания, доставка бывает долгая. И на объекте он разбавляется горячей водой. Бак КамАЗа заполняется именно кипятком. Прямо на заводе, например, как ЖБК-1. Следом, нужно также вибрировать бетон, применять противоморозные добавки. И по факту заливки его нужно укрыть. Я сейчас вам, ну, подробно покажу укрывание и вибрацию. Я расскажу вам, чем укрывать, как укрывать и что вообще с этим делать. Когда вы все уже залили, отвибрировали и выждали около часа, можно приступать к укрытию бетонной смеси. Как действуем в этом случае мы. Вот, видите, вот бетонная смесь. Кстати, замечу, летом она через полчаса, через час, если вы брали бетон на заводе, ну, на нормальном заводе, ни в кооперативе, ни в гараже, по нему уже может ходить взрослый мужчина в обуви 100 кг весом, и от него уже не остается следует. Зимой мы выжидаем около часа и начинаем укрывание бетона. Смотрите, укрываем мы бетон. Вот эта пленочка. Это Дорнин. Ну, так называемый технический горлов. По СНИПу нужно укрывать именно им. СНИПы эти написаны достаточно давно, но поэтому мы будем руководствоваться. Некоторые люди добавляют сюда еще утеплитель, какие-то, пенополистирол и пенопласт. Это, в принципе, не запрещено законом, но, может быть, даже будет лучше. Как действуем? Мы ложим пленочку Дорнита. Она стоит 4000 рублей за 100 квадратных метров. Я думаю, недостаточно дорого, для того, чтобы залить зимой фундамент и не беспокоиться об этом. Потом мы заворачиваем нашу гидроизоляционную пленку внутрь, а сверху она усыпается, укрепляется землей. Ну, вокруг берется глина, обсыпается. Что действует дальше? Самый страшный случай, который был. Один раз мы заливали фундамент в декабре 2017 года. Была погода среднесуточная, минус 3, и началось резкое похолодание, пришел какой-то циклон, антициклон, и температура опустилась до минус 18. Наше это промерзание схватилось, и весной, когда мы сняли с фундамента, верхний слой был испортен. Мы сбили молотками, он легко сошел. Верхние 3 сантиметра бетонной смеси. Я думаю, что это достаточно... Ну, просто я вам... Потому что мы сэкономили кучу времени, и весной приступили к работам уже в феврале, когда была температура плюс. Приступили к кладке цоколя, вот эти 3 сантиметра, они сыграли никакую роль. Весь составный бетон был полностью качественным. Поэтому обратите особое внимание, если вы заливаете зимой, обязательно нужно необходимо укрыть бетон. А, есть такой момент. Я сейчас говорю конкретно про ленточный фундамент, которые заливаются в землю. Без опалубки и тому подобных вещей. Если вы заливаете междуэтажные перекрытия, колонны, какие-то там опалубки, они требуют дополнительного утепления и ухода. Например, такого, как прогресс. Этот вот ленточный фундамент обычный. Достаточно укрыть, добавить противомородные добавки, и все, ваши нормативы не будут испорчены. СНИПы вы не будете имперечь. Смотрите, ребят, я еще хочу рассказать на этом фоне круговорот работы каменщика в природе. 90% клиентов знают, что, или так хотят, что нужно начинать строительство дома после Пасхи, или там после майских праздников. Смотря у кого какое отношение к религии или к праздникам. Смотрите, господа. На самом деле, я сам проработал долгое время каменщиком. И я работал круглый год, потому что был профессионалом. Это занимало более 15 лет. И смотрите, вот ребята кормят семьи. Ну, вы же понимаете, они не могут работать 4 месяца в году, как вы хотите. Это май, июнь, июль, август, сентябрь. 5 месяцев получается. 7 месяцев чем-нибудь заниматься. Таксовать или там грузчиком работать. Но это некрасиво. Это профессионал. Не будут себе этого позволять. Поэтому есть нормальные люди, которые строят дома. Круглый год, используя для этих целей, вот именно профессиональные бригады, которые готовы работать не только летом. Смотрите, ребят. Как обычный заказчик пытается распорягаться своим временем. Он зимой начинает составлять проект. Но некоторые просто берут картинки и думают, что все у них будет окей. Самые хитрые из них, которые строят уже там второй или третий дом, договариваются с бригадой зимой заранее. Заранее, понимаете? А некоторые профессионалы расписаны на год-полтора вперед. Потому что, ну, к ним еще приходят в феврале. И нормальные люди дают им даже задаток, чтобы они, ну, понимаете, как при покупке машины. Не то, что там, привет, я там буду вызывать тебя в мае, и потом человек пропадает. Так не работает с профессионалами. Еще, смотрите, нюансы, ребят. Обычный человек хочет начать строительство дома в мае или апреле. Он думает, что он построит дом за сезон. Но у него ничего не получится. Смотрите, в апреле месяце, ну, на новых полях, массива я сейчас про Белгород конкретно расскажу, ну, не везде есть, как, скажем, асфальт. Ну, не везде есть даже щебень. И вот, смотрите, в апреле еще расквашен грунт. Бетономешалка весом 40 тонн не проедет. Даже если у вас, ну, есть, например, щебень, по участку кто будет ездить? Он разворотит на весь участок. Сейчас большие штрафы за грязь, за все такое. И человек просто откажется. Поэтому, скорее всего, ваш фундамент будет пересен, ну, позже, например, на май. И вы уже потеряли январь, февраль, март, апрель, май. В мае месяце, как вы знаете, майские праздники. С первого по девятое. Поэтому нормальные заводы, где люди оформлены, не шабашные гаражные кооперативы какие-то, а нормальные там. ЖБК, ЖБИ, никто не работает в майские праздники, понимаете? Поэтому, скорее всего, вы не сможете залить фундамент, а перенесете его, ну, после девятого. После девятого стоит вот такая у нас очередь. Это я по своему знаю опыту. Вот люди, которые так делают, после девятого у нас там огромная очередь, просто заливки. И она растягивается. Еще в мае, знаете, есть такая поговорка, люблю грозу в начале мая. Может задождить, и опять не будет проезда. Да и ваш фундамент плавно перейдет на июнь. Что будет в июне? Смотрите, фундамент ваш будет готов. Нужно приступать к кладке цоколя. Все нормальные бригады уже давно работают. У людей, которые подрядчики, строят дома на продажу, все давно нормальные заняты. И сейчас не получится вот так вот каменщика вытащить, чтобы он вылез из табакерки и начал ложить вам цоколь. Скорее всего, так не получится. Поэтому самая максимальная очередь на работы. И понимаете, строительство дома люди строят. Вот такой дом строят, например, месяц, три недели, ну, с цоколем, ну, пускай месяц. Дом больше будет занимать два месяца, бригад немного. Если в этом году, ну, в 21-м будет локдаун, то опять не сюда не приедут шабашники из других, там, из страны СНГ, и опять будет дефицит рабочей силы. И ваш дом плавно будет отложен еще на какой-то срок. Смотрите далее. Далее у нас лето. Нормальное время для строительства дома. Если вы успели. Если вы не успели, в сентябре опять после середины начинаются дожди, отсутствие проезда, замокание кирпича, накрывай, раскрывай. Летом тоже, кстати, бывают сезоны дождей. Поэтому, если вы хотите въехать в свой дом и, ну, например, построить его за год к Новому году, вам не в апреле надо начинать, ребят. Вам нужно начинать прямо в январе. Поэтому, смотрите, зиме сейчас тепло. Друзья, надеюсь, вам понравилось. Хотелось бы быть для вас полезным. Смотрите, снизу я оставляю важные ссылки. Это ссылка на заказ проекта от профессионалов, на домоподбор и экспертизу вашего фундамента перед покупкой или на экспертизу дома перед покупкой. И на строительство в центральном Черноземье. И, кстати, ребят, мы весной начинаем работать в СПБ. Поэтому обращайтесь. Буду каждому рад, каждый из вас, пообщаться, видеть. Всем вам удачи. С вами, как всегда, был Максим. Не забудьте нажать колокольчик вот тут сверху, чтобы вам приходили оповещения о наших новых видосах. Всем пока.